Здравствуйте! В эфире Омск ТВ интервью. Сразу в нескольких регионах Сибири зафиксирована вспышка кори. Информацию опубликовал Федеральный Роспотребнадзор. В Омске пока выявлен только один случай. Это произошло в конце 2022 года. Распространение удалось избежать, однако эпидобстановка остается напряженной, считают специалисты. О том, что это за заболевание, как проявляется и можно ли от него защититься, мы поговорим с главным врачом инфекционной клинической больницы номер 1, Инной Толох. Инна Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что же за заболевание такое кори и когда оно вообще было впервые зафиксировано? Кори – это высококонтагиозное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. И опасно оно своими осложнениями. Давно корь присутствует, и выявлена она была впервые в 1954 году. Вот тогда выявили вирус кори, это РНК-содержащий вирус, из семейства парамиксовирусов. И вот с тех пор корь называют корью. Вы сказали о том, что это заболевание опасно своими осложнениями. А как оно вообще проявляется, да, и как понять, что это именно корь, а не другой вид ОРВИ? Очень сложно человеку, ни медику, ни врачу, ни специалисту понять, что корь – это или не корь. Потому что масса заболеваний протекает с температурой повышенной, с болью в горле, с сыпью. И сложно очень понять, на первый взгляд, что это такое. Огромный спектр дифференциально-диагностических критериев существует. Корь начинается остро. Начинается оно не с сыпи. Начинается с катаральных проявлений. Это кашель. Кашель соднящий, интенсивный, насморк. Потом, спустя день-два, у кого-то на третий день возникает явление конъюнктивита. Это вот покраснение, конъюнктив. А на четвертый день, как правило, возникает такой патогномоничный признак. Это пятна, они называются филатого коплика. Напротив коренных зубов, на слизистый щек. И через неделю от начала заболевания возникает сыпь. И вот по этой сыпи и отличаем мы корь от некори. Сыпь этапная. Начинается с олба, за ушами. Потом спускается ниже, ниже и ниже. Приобретает сливной характер. И вот, как правило, при начале высыпаний температура еще раз повышается. Может повышаться до 40 и выше. Человек себя очень плохо чувствует. Сохраняется вот такой вот очень соднящий, изнуряющий кашель. Дальше идет обратное развитие. Высыпания бледнеют. На месте высыпания наступает пигментация. И потом они бесследно исчезают. Кори опасны своими осложнениями. Осложнения бывают со стороны желудочно-кишечного тракта. Это поражение желудка, кишечника, гастрит, энтероколит. Со стороны лорорганов очень часто отиты бывают у детей. Очень опасна пневмония. Поражение бронхолегочной системы. Тяжелые пневмонии, коревые бывают. Также встречается такое опасное, серьезное осложнение, как коревой менингит и менингоэнцефалит. Именно из-за этих осложнений серьезных кори считается очень опасным заболеванием. Насколько оно легко распространяется среди людей? И вообще есть ли способы защититься? Кори – это высококонтагиозное заболевание. Если человек не привит, то возможность заражения 96-98%. Поэтому это очень высококонтагиозное. Очень велика вероятность заразиться при общении с больным человеком. Однако уже много лет вакцина против кори введена в национальный календарь прививок. И начиная с детского возраста вакцинация обязательно. Поэтому прививки ставятся детям в год, в 6 лет, повторяются в 15-17 лет. А дальше ставятся по эпид-показаниям. Учитывая то, что вакцина против кори, она входит в национальный календарь прививок, каждому человеку сейчас бежать в поликлинику не стоит. Прививаться нужно тем, кто не привит ранее. И все. – То есть в детстве? – В детстве, да. – Кто не привит ранее. Все данные о вакцинах есть в сертификате прививочном. Давно уже прививочные сертификаты имеются. Если у человека нет прививочного сертификата, то информацию он может в поликлинике узнать. Все это хранится в прививочном кабинете поликлиники по месту жительства. – А если в детстве прививка была поставлена, человек сейчас защищен? – Правильно? – Иммунитет стойкий. Если человек привит согласно календаря национального, то все в порядке. – Ну и сразу вопрос такой, если мы говорим о вакцинах. Сейчас многие ставят себе прививки от коронавируса в том числе. Не противоречат ли вот эти вакцины друг другу? То есть можно ли ставить… – Одномоментно с корью ставится краснуха и паратит. Есть такая вакцина корь-краснуха-паратит, 3 в 1. – Ну, либо если вакцины монокомпонентные, то можно в этот же день поставить и вакцину против краснухи, и вакцину против паратита. Коронавирус, грипп, конечно, сюда не нужно смешивать. – Ну, я так понимаю, чтобы поставить прививку, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти консультацию специалиста, допуск получить? – Получается, да. Для того, чтобы поставить прививку, нужны, во-первых, показания. Давайте вот определимся. Не просто так вот мы сейчас пойдем в поликлинику и будем просить поставить себе прививочку. Если вам необходима прививка, вас пригласят в поликлинику. То есть если человек из очага кори, он обязательно будет вакцинирован, потому что контактные прививаются всегда, независимо от возраста, независимо от того, был он привит или нет. Если человек контактировал с корью, он будет вакцинирован. А вот сейчас, в данный момент, нет необходимости бежать в поликлинику. Если нужно, вас пригласят. – Вы сказали о том, что это заболевание крайне заразно. Да, если человек заметил у себя первые признаки, симптомы, которые их невозможно различить, не специалисту, что это корь или нет, – что делать, как не создать угрозу для тех людей, которые работают и пришли на прием в поликлинику? – Прежде всего, если человек заподозрил у себя корь. Ну, будем говорить, что заподозрил у себя заболевание, которое проявилось температурой и высыпаниями. Может быть, все что угодно. Необходимо, чтобы человек был осмотрен врачом. И не нужно идти в поликлинику, чтобы не создавать угрозы распространения заболевания. Можно пригласить доктора из поликлиники на осмотр. И если ваше состояние тяжелое, очень высокая температура, можно вызвать скорую помощь, чтобы вы были дома осмотрены специалистом. И дальше уже специалист определил, что это такое, на что это похоже и что нужно делать. – Ну, а чем обычно вообще лечат корь и насколько легко выздороветь? – Ну, учитывая то, что корь может быть с осложнениями и без осложнений, лечат ее по-разному. Нет такого специфического лекарства, на котором было бы написано лекарство от кори, да? – Ожайно. – Да. Лечится оно симптоматически. И, естественно, показания к лечению, препараты, которыми необходимо лечить, определяют специалисты только. На дому корь лучше, конечно, не лечить. И не придумывать себе различные препараты, иммуномодуляторы, там, жаропонижающие. Можно дождаться серьезных осложнений, и потом уже с ними справиться будет сложно. Поэтому специалисты, которые знают, как лечить корь, как лечить осложнения, должны этим заниматься. – Каким образом обычно лечат корь, и насколько быстро происходит процесс выздоровления, или это индивидуально от каждого пациента? – Вопрос индивидуальный, потому что корь может быть осложненная, может быть неосложненная. Вот, как правило, человек становится не опасен эпидемиологически после пятого дня, с момента появления сыпи. Это мы говорим об эпидемиологических критериях. Если у человека нет осложнений, по клиническому улучшению он может уже выходить на работу, выходить к друзьям, к обществу и так далее. Лечится посиндромно. Посиндромно в зависимости от того, какие проявления другие, кроме сыпи у кори. Поэтому, конечно, это определит специалист. – Какие меры профилактики существуют? – Вакцинация, прежде всего. Единственной мерой профилактики является вакцинация, согласно национального календаря прививок. – Спасибо большое за ваши ответы. Пожалуйста. А я напомню, это было интервью с главным врачом инфекционной клинической больницы номер 1, Инной Толох. В студии была Ксения Тойчкина. Увидимся в эфире Омск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова